Продолжаем курс лекций по дисциплине судебная экспертология. Тема, рассматриваемая нами, звучит как методическая основа производства судебных экспертиз. Цель занятия – сформировать у обучающихся представление о методическом обеспечении судебно-экспертной деятельности. Двигаемся по плану, который изложен на слайде. Для того, чтобы понять вопросы методической обеспеченности судебно-экспертной деятельности, необходимо остановиться на понятии метода судебной экспертизы. Метод экспертизы, метод экспертного исследования – это система логических или инструментальных операций, способов приемов получения данных для решения вопроса, поставленных перед экспертом. Операции, которые образуют метод, представляют собой практическое применение знаний, закономерностей объективной действительности для получения новых знаний. Согласно словаря терминов судебных экспертиз, вот это определение оттуда и взятое. Методология общей теории судебной экспертизы включает в качестве необходимого элемента методы и методики решения задач судебной экспертизы. То есть, когда мы говорим о методике экспертного исследования, то мы имеем в виду систему методов приемов, применяемых при изучении объектов экспертизы для установления фактов, которые относятся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы. Это, опять-таки, согласно словарю основных терминов судебной экспертизы. Для себя вы должны взять на вооружение. Метод – это определенный какой-то способ прием. Методика – это, как правило, совокупность применяемых методов. Методы экспертизы основываются на соответствующих научных методах, характере и свойствах объектов исследуемых, опыте решения практических задач, в том числе на алгоритмических правилах и разработанных самим экспертов к приемам изучения объектов. Научная обоснованность экспертного метода – это обязательное требование. Этим обеспечивается надежность его с точки зрения получения достоверных результатов. И научная обоснованность экспертного метода имеет важное значение для практического применения. Возможность применения метода экспертизы в судебно-экспертной деятельности определяется в большей степени требованием допустимости к применению в уголовном судопроизводстве. То есть все строго в соответствии с требованием, допустим, закона обеспечения безопасности и объективности применяемого метода. Эти требования подразумевают соответствие метода, букве и духу закона, то есть процесса установления истины при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Поскольку прямого ограничения эксперта в выборе методов в законе не имеется, за исключением случаев, когда объектом является человек, а также безопасность проведения исследования. Но по-любому, любой применяемый метод, он должен быть частью достоверного научно обоснованного знания. Применяемые экспертные методы должны отвечать требованиям законности и этичности, поскольку они используются в сфере судопроизводства. Поэтому они должны отвечать требованиям конституционным принципам законности, нравственным критериям общества, не ущемлять права граждан, не унижать их достоинства, исключать угрозу и насилие и не приводить к нарушению норм процессуального права. Методы экспертного исследования должны отвечать требованию сохранения объекта в том виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. Но вы же понимаете, что это не всегда возможно. Но разрушение и уничтожение объекта разрешается только в крайних случаях по согласованию со следователем судом, назначившим экспертизу. Поэтому здесь на первый план выходит приоритет применения неразрушающих методов исследования. Допустим, к неразрушающим методам исследования вещественных доказательств относят такие, которые никак не влияют на объект и не требуют для их реализации пробоподготовки. Это, допустим, методы инфракрасной спектроскопии или рентгенофазный анализ. Но поскольку в ряде случаев на объект приходится оказывать определенное воздействие, то применяются методы, не разрушающие объект, но изменяющие его состав, структуру или отдельные свойства. В судебной экспертизе также приходится применять методы, не разрушающие образец, но требующие для его изготовления разрушения или видоизменения объекта, или методы полностью или частично разрушающие образец или объект исследования. Ну вот, допустим, для того, чтобы во взрывотехнической экспертизе определить пригодность к производству взрыва какой-то гранаты, каким образом сейчас действуют. Едут и эту гранату взрывают. Взрывалась, значит, пригодна взрыву. Нет, ну, значит, непригодна. Теперь метод экспертизы должен выбираться с учетом срока производства, который регламентируется нормативными актами. В экспертной практике могут быть использованы не все технические средства и методы, которые применяются в различных областях науки и техники. Еще одно требование. Методы экспертизы должны быть рентабельными, то есть затраченные силы и средства должны соизмеряться с ценностью полученных результатов. И результаты применения методов должны быть очевидны и наглядны для всех участников судопроизводства. Основными оценочными показателями любого метода исследования с точки зрения целесообразности его использования являются. Сложность, определяемая объемом работы и напряженностью труда, квалификации исследователя. Влияние на объекты исследования, определяющие возможность повторного проведения исследований. Экономичность, определяемая затратами на оборудование и подготовку специалистов и непосредственное производство исследования. Безопасность, определяемая влиянием на здоровье исследователей и степенью вероятности несчастных случаев. Еще один оценочный показатель – это эффективность, то есть действенность, характеризующаяся возможностью получения достоверных результатов, определенных с достаточной точностью при использовании минимального объема возможного времени производства. Метод может быть разработан в той же области научного знания, которая является базовой для производства экспертизы одного или нескольких видов, и создан для научно-практических исследований в этой науке. Например, физические, химические, биологические методы исследований, которые применяются в соответствующих науках, после адаптации становятся экспертными методами. То есть для решения вопросов для отдельных объектов эти методы адаптируются. В структуре экспертного метода необходимы три элемента – обосновывающая, операционная и техническая части. Обосновывающая часть содержит изложение научной базы, на которой создан метод, и представление результатов его применения. Операционная часть включает действия и операции приема установления, осуществления метода, и техническая часть включает различные материальные средства и приборы, которые позволяют, собственно, методы реализовать. Вот, допустим, методы исследования огнестрельного оружия основаны на закономерностях, усматриваемых в конструировании оружия, закономерностях внутренней и внешней баллистики выстрела, используют приемы криминалистического изучения оружия и боеприпасов, и требуют использования оптических, фотографических и других средств изучения объекта. То есть вы можете разложить вот в этом высказывании, собственно, вот эти вот три части экспертного метода. В экспертной практике нередкий случай применения комплексы методов исследования. При производстве комплексных и комиссионных экспертиз могут быть применены различные методы каждому эксперту. Даже если экспертиза проводится единолично, эксперт может применить комплекс, дополняющих друг друга методов из одной или разных областей знания. А интеграция знаний приводит не только к интеграции наук, но и к интеграции методов, что, собственно, наглядно проявляется при производстве экспертиз. И не только комиссионных и комплексных, но и моноэкспертиз тоже проявляется вот это вот свойство. Понятие методики судебной экспертизы. Я вам уже сказала, что это не просто однокоренные слова, а методика, как правило, это совокупность применяемых методов. Причем не просто совокупность, это система методов приемов технических средств, применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, которые относятся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы. Экспертная методика, по сути, это программа действий, которая предписывает эксперту в категорической или рекомендательной форме использовать определенные методы доисследования объекта, последовательность и процедуру применения этих методов. Характер методики может быть категорический или альтернативный, который представляет эксперту возможность выбора и зависит от существа избранных методов и средств. В содержание методики могут входить и ожидаемые результаты или их варианты. Содержащиеся в программе действий предписания могут касаться и условий использования методов и средств. Допустим, для одних объектов рекомендуется одно, а для других в рамках этой же методики идут какие-то отдельные рекомендации. И результативность методики зависит именно от наличия различного рода рекомендаций. Методика экспертного исследования характеризуется системой, совокупностью методов, которые применяются в определенной последовательности. И эта последовательность зависит как от поставленных задач и этапов их решения, так и от условий, в которых проводится исследование. Экспертная методика всегда ориентирована на решение определенных экспертных задач. Не просто исследование объектов экспертизы, а с какой-то определенной целью идет постановка задачи. И методика экспертного исследования специфична для каждого рода экспертизы. И это обусловлено природой исследуемых объектов и вопросами, которые приходится решать эксперту конкретной специальности. Поэтому классификационные построения говорят о том, что экспертные методики подразделяются. Есть методика типовая и есть методики конкретные или частные. Типовая методика выражает обобщенный опыт решения типовых экспертных задач. В определенных случаях эта методика может применяться экспертом без какой-либо адаптации, без изменения. В определенных случаях. А конкретная или частная методика экспертная – это способ решения конкретной экспертной задачи, которая является результатом приспособления, изменения типовой методики, либо результатом творческого подхода к решению экспертной задачи. Конкретная методика формируется в результате деятельности эксперта при реализации экспертом своего личного опыта для решения какой-либо новой эвристической задачи, возникшей в практике, либо в результате применения эксперимента, проведенного на примере конкретной экспертизы. При проявлении экспертом творческого подхода, усовершенствовании стандартного прибора, дополнении общепринятой методики и т.д., либо при решении задачи в полном объеме на основе созданной для данного исследования экспертной методики путем синтеза данных и методов различных наук. Чаще всего такие ситуации возникают в период зарождения и становления новых родов и видов экспертиз. Типовые же методики обычно излагаются в методических рекомендациях, которые подготавливаются и издаются ведущими судебно-экспертными учреждениями. В структуре типовой экспертной методики различают следующие составные части. Указания на типичные объекты для данного вида экспертизы, указания на возможности методики и ее надежность, указания на методы и средства исследования, предписания, касающиеся последовательности использования методов и средств, предписания, относящиеся к условиям, процедурам применения методов и средств и методики, и описание возможных результатов применения методов и средств, характеристика этих результатов в аспекте экспертной задачи. Лекцию закончила. Благодарю за внимание.